Размеры трубки указывают в двух вариантах, до термообработки и после. Некоторые производители не указывают размер, поэтому ориентируйтесь на диаметр трубки и в моем случае это 8 миллиметров. Часть для бутона отрезаю необходимой длины и с нужным углом, чтобы при стыке среза из стебля элементы не расходились далеко друг от друга. Намечаю место, где будет располагаться лист и острым предметом, например цыганской иглой или зубочисткой делаем прокол. Проволоку доматываю тейп-лентой до диаметра, который приблизительно получится с учетом усадки. На максимально разогретом утюге прогреваю стебель до полной усадки, он становится тоньше в два раза и становится более гладким. Какие-то недочеты дорабатываю зажигалкой. Примеряю, где будет стык двух стеблей, делаю ровный небольшой срез ножницами. Срез ножницами лучше делать без проколов и тогда стык будет аккуратнее, чем мой. Добро пожаловать в ковчеве. Случайся. Оно! DAQ Оставляю вверху проволоку для крепления цветка. Для листа достаточно сделать прокол, а не срез. Следите за тем, чтобы листья не касались горячей поверхности утюга. В труднодоступных местах работаю с зажигалкой, перевернув стебель и прогревая зажигалкой те места, где необходимо, чтобы не зацепить листья. Продолжение следует... Наждачной бумагой нужно снять весь глянец, чтобы подготовить трубку к окрашиванию. Продолжение следует... 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 Стебель отправляю на просушку в течение трех часов. Далее заполняю пустоты небольшим кусочком любого фоамирана. Наношу клей и тут же прижимаю к заранее подготовленному зефирному фоамирану зеленого цвета. Доли секундными движениями провожу по срезам зажигалкой, скругляя деталь. Для малинового пиона тонким слоем тонирую стебель масляной краской цвета мадженто. Стебель готов, осталось закрепить цветок. Продолжение следует... Продолжение следует...